Уровень воды в реке Коя превысил критические отметки. В связи с чем Нарьинмар-Дор-Ремстрой приступил к демонтажу моста через реку на два дня раньше, чем планировалось ранее. О том, как будет организована перевозка людей на период паводка, губернаторы округа рассказали власти Заполярного района. Демонтировать мост через реку Коя в этом году планировалось 15 мая. Но так как за прошедшие сутки уровень воды в реке значительно поднялся и превысил критическую отметку, рабочие Нарьинмар-Дор-Ремстрой приступили к демонтажу сооружения на два дня раньше. По их словам, работа займёт один день. Здесь он экскаватор, трал, кран, погрузчик стоит, два камаза с песком. Сначала снимаем настил, два настила, потом снимаем фермы. И так по порядку опять настилы, фермы, настил, фермы. И вот там разгружаем краном. Впрочем, жители Красного на период паводка не будут отрезаны от столицы округа. Об этом главе региона Александру Цибульскому рассказали непосредственно на месте демонтажа моста, куда он приехал лично. Второй год подряд перевозкой людей из посёлка в Нарьинмар и обратно будет заниматься Северная транспортная компания. У нас уже есть опыт прошлого года. Мы с судами на воздушной подушке от морского порта до Красного людей перевозили. В этом году эта практика будет продолжена. Единственное только, что в связи с этой экстренностью, мы тут сейчас немножко в авральном режиме пытаемся войти в это расписание. Расписание утверждено. Оно прошлогоднее в 7 утра отсюда, утреннее и вечернее в 16 отсюда. Отправление 1010 рублей, если я правильно помню, стоимость проезда. Согласно расписанию, судно на воздушной подушке будет осуществлять рейсы два раза в день, пять дней в неделю, кроме среды и субботы. Но, возможно, в этом году рейсы станут ежедневными. По словам Олега Холодова, сейчас в Заполярном районе решается вопрос по корректировке расписания. Сроки восстановления наземного сообщения зависят от прохождения ледохода. Обычно оно прекращается на месяц.